Всем привет! В этот раз канал поддержали Миксар Дополненная Реальность, Цеплит Вячеслав, Фимба Музыкальный Инструмент, Владислав Велихметов, Город Эйлад Израиль, Артем, Иван Варбичук, Денис, Евгений Конопаткин, Юлия и Гульсхамал. Спасибо всем большое за поддержку канала. А сейчас перейдем к книге. Книга 68. Думай как математик. Автор Барбара Окли. Глава 1. Откройте дверь. Когда у вас не получается что-то делать, наверняка вы начинаете избегать этого. И в этом ваша главная ошибка. Автор не разбиралась в математике с самого детства и потому сторонилась ее до тех пор, пока это не понадобилось на работе. Поэтому она начала все сначала. Она поняла, что относилась к этой теме совсем не так, как остальные. Но изменив техники и методы обучения, у нее стало получаться. И чем больше у нее получалось, тем больше ей нравилась математика. Ее может изучить абсолютно каждый. Если вы можете поймать быстрый летящий вас мяч, то у вас уже есть способность к математике, так как для этого процесса требуется выполнение сложных расчетов. Глава 2. Легкость – это лучший подход. Когда вы впервые просматриваете главу учебника по математике или естественным наукам, сперва пробегите глазами весь раздел, составляя себе общую картину. Посмотрите на схемы, фотографии, заголовки, выводы и вопросы в конце текста. Это займет всего минуту-две, но поможет вам упорядочить мысли и разбить информацию на отдельные порции. Это как пазл. Сперва вам нужно усвоить главные понятия или принципы и только затем уже дополнять их деталями. И еще до того, как вы начнете читать, вы создаете незаметные нейронные зацепки для восприятия, которые облегчат вам усвоение материала. Сфокусированное и рассеянное мышление. В повседневной жизни вы пребываете в одном из этих мыслительных режимов. В рассеянном состоянии мозг способен в фоновом режиме обдумывать то, на чем вы в данный момент не сосредоточены. Из-за него у человека и появляется внезапное озарение по поводу ранее нерешенной задачи. Данное мышление не связано ни с каким конкретным участком мозга. Сфокусированное же мышление прямо обращается к решаемой задаче. За него отвечает префронтальный участок коры головного мозга. Стоит вам обратить на что-то внимание, и сфокусированное мышление включится. При сфокусированном мышлении пучки нейронов расположены близко друг к другу, а при рассеянном не так плотно. В первом случае мы будем искать решение задачи по таким путям, которые нам уже известны. И не факт, что эти пути будут находиться в том же месте, где находится правильный ответ на задачу. Например, при умножении каких-то чисел это нам поможет, если мы уже знаем таблицу умножения. Но представьте, что нам дают какую-то задачу, с которой мы сталкиваемся впервые. Мы также начнем искать ответ на нее по знакомым путям, то есть сравнивая эту задачу с теми, на которые она похожа. И поэтому найти ответ у нас может не получиться, так как нейронные связи могут находиться в разных участках мозга. При этом, если мы перед решением прочтем учебник, то ясно дадим понять, в каком участке мозга следует искать ответ. Рассеянное же мышление позволяет посмотреть на мир гораздо шире, то есть не зацикливаясь на одном участке. И при изучении чего-то нового у вас строятся новые нейронные связи. Эти два мышления можно сравнить с фонариком, у которого есть фокусированный луч и рассеянный свет. Из этого следует, что для изучения чего-то нового всегда включайте рассеянный режим. В творчестве обычно чем больше ты стараешься настроить свой мозг, тем менее творческими будут идеи. Например, при рассеянном мышлении, когда вы просто бренчите на гитаре не задумываясь, гитарные пассажи у вас могут получаться намного лучше, чем если бы вы садились сочинять целенаправленно, фокусируясь на музыке. Чтобы еще более понять не было, что такое сфокусированное внимание, сложи из этих двух треугольников квадрат. Наверняка получится так. Теперь я добавлю еще два треугольника. Сложите из них квадрат. И здесь у многих может возникнуть ошибка. Они соберут прямоугольник. На самом деле квадрат должен выглядеть так. Как вы уже поняли, вы пошли по уже известному пути. Чтобы почувствовать переход от сфокусированного мышления к рассеянному, выполните следующую задачу. Передвиньте три монеты так, чтобы повернуть треугольник углом вверх. Если вы расслабите восприятие и расфокусируете внимание, не сосредотачиваясь ни на чем конкретно, то решение придет очень легко. Некоторые дети решают эту задачу сразу, а профессора напротив, они признают свое поражение. Если хотите решить сами, нажмите на паузу. Сейчас будет ответ. Глава третья. Учиться значит творить. На имя Тома Эдисона зарегистрировано свыше тысячи патентов. Его феноменальная изобретательность связана с необыкновенной способностью менять виды мышления. У большинства людей переход от одного вида мышления к другому происходит естественно. Достаточно просто на некоторое время отвлечься. Погулять, поспать или заняться делом, при котором задействованы другие участки мозга. Например, послушать музыку или почесать брюшко хомяку. Главное, отвлечь мозг от задачи, пока она вообще не выветрится. Ко многим знаменитым писателям вдохновение приходило во время долгих прогулок, потому что в это время в силу вступает рассеянное мышление и мысль перебегает по широкому пространству, пока не найдет решение. И возвращаясь к задаче, вы удивитесь, как легко приходит решение или поймете, что вы продвинулись в понимании. Секрет Эдисона был в том, что при решении сложных задач он не зацикливался на поисках решения. Он отправлялся подремать в свое кресло в гостиной, перед этим взяв руку подшипник. Когда он засыпал и подшипник падал из его руки, ученый просыпался и хватал мысли, пришедшие в расслаблен мозг, чтобы использовать их для новых изобретений. Этим же приемом пользовался Сальвадор Дали, он называл это сном без сна. Во время учебы меняйте типы мышления, то есть делайте рабочие периоды не слишком длинными. Когда энергия иссякает, можно устроить себе небольшой отдых или переключиться на другую задачу, например, перейти от математики к изучению иностранного языка, а через какое-то время обратно. При этом первая задача будет обдумываться в рассеянном режиме, и когда вы снова к ней перейдете, она дастся вам намного легче. Но вам необходимы и короткие передышки, когда от вас не требуется пристального внимания. В это время вы можете порисовать, принять душ или послушать музыку без слов. При этом не гонитесь за кем-то. Таким образом вы не позволите себе тратить слишком много времени на усвоение материала и будете отставать еще больше, а вскоре и вовсе бросите заниматься этими предметами, так как у вас ничего не будет выходить. Сперва разбейте материал на посильные для усвоения части, а затем организуйте свое время так, чтобы иметь возможность максимально сосредоточиться на каждой этой части. И усваивая материал медленнее, но глубже, вам легче будет даваться предмет в будущем. Если же вы не усвоите основы, то и дальнейшее обучение не будет иметь никакого смысла. Постарайтесь не зацикливаться на первой же идее, которая приходит вам в голову. Это может помешать вам найти более легкие пути решения. Например, шахматисты, с которыми случается такое застревание, искренне считают, что размышляют над альтернативным решением и ищут его на доске. Однако анализ направления их взгляда показывает, что они по-прежнему обдумывают всю ту же мысль. В таком случае необходимо перейти в рассеянный режим. Выяснили, что когда вы закрываете глаза, даже при моргании, это деактивирует ваше внимание и позволяет на миг освежить восприятие. Поэтому, когда вы думаете над какой-то задачей, намеренно закройте глаза. Это позволит перейти мозгу в рассеянный режим и взглянуть на дело по-новому. Один из лучших игроков шахматы вставал во время хода своего соперника и отворачивался от доски. Это позволяло ему затем смотреть на нее свежим взглядом. Это как с кирпичной стеной. Оставляя время между периодами сфокусированного внимания, нейронные связи устаканятся и станут более крепкими. Но если заниматься зубрежкой в короткое время, нейронные связи не зафиксируются в долговременной памяти. Поэтому отдых между трудными задачами очень полезен. Отсюда и поговорка «утро вечера мудренее». Рабочая память и долговременная память. Рабочая память – это часть памяти, которая имеет дело с текущей, сознательно обрабатываемой информацией. Ее можно сравнить со школьной доской. Она может удерживать всего 4 порции информации. И вам нужно приложить некоторые усилия, чтобы осмыслить и запомнить некое понятие. После чего оно начнет занимать меньше места в рабочей памяти. И вы сможете усвоить другие понятия. Чтобы запомнить информацию, закройте глаза и повторите ее себе несколько раз. Или если это задача, то решите ее несколько раз. А затем проведите для себя небольшой экзамен. После этого информация перенесется в долговременную память. Долговременную память можно сравнить со складом, где информация остается надолго. Она может вместить миллиарды объектов. И чем чаще информация повторяется, тем ближе ко входу она находится. И тем легче вспоминается. Поэтому эффективным будет интервальное повторение. Например, когда вы повторяете информацию каждый день. Сон при обучении очень важен. Когда вы бодрствуете, в мозгу образуются токсичные вещества. А ложась спать, клетки сжимаются, из-за чего расстояние между ними существенно увеличивается. То есть в вашем мозгу производится уборка. Таким образом, если вы будете спать слишком мало, то будете хуже соображать. Также во сне мозг обращается к тем участкам, где вы пытаетесь что-то выучить. И усиливает в этом месте нейронной связи. Благодаря чему утром все будет вспоминаться лучше. Глава 4. Порции информации. Попытки вспомнить материал, который вы изучаете, гораздо эффективнее простого перечитывания. Но студенты в основном занимаются последним. Да, с каждым разом информации будет даваться все легче, что дает студентам иллюзию, что они поняли и запомнили ее. Но когда настанет время, они ее не вспомнят. Перечитывание полезно только в случае интервального повторения информации. Потому, прочитав какой-то термин, отведите взгляд и повторите его, одновременно пытаясь лучше его понять. А затем прочитайте еще раз и снова повторите. И вы удивитесь, насколько легче будете понимать материал. При прочтении книги вы можете подчеркивать самые важные моменты. Или писать замечания и мысли на полях, что тоже способствует запоминанию информации. Также может помочь переписывание конспекта. И главное, повторение материала перед сном. После того, как вы что-то прочитали и раз в другой попробовали на практике, у вас формируется слабая нейронная связь. Но когда вы занимаетесь чем-то постоянно, эта нейронная связь становится мощнее. Поэтому информацию обязательно необходимо закрепить на следующий день. И в любой науке нужна ежедневная практика, чтобы вы даже не задумывались, что делать дальше, решая ту или иную задачу. При этом старайтесь разнообразить решение задачи разными способами. Так ваш мозг не будет зациклен на чем-то одном и всегда будет готов к поиску нового решения. И когда в домашнем задании вы встретите несколько одинаковых примеров, перемешайте их, чтобы они чередовались. Это позволит переключать режимы мышления. И помните, подробные конспекты на занятиях и получасовая работа с преподавателем заменяют десятки часов работы с учебником. Поэтому вы с самого начала должны быть настроены на учебу. Глава пятая. Как не поддаваться прокрастинации? Вы добьетесь успеха в любом деле, если будете уделять урокам достаточно времени каждый день. Но обычно прокрастинация сдерживает нас, так как нам это неприятно. Это самая вредная привычка, избавившись от которой вы многого достигнете. При этом болезненными считаются только мысли о предстоящем занятии. Но когда человек приступает к уроку, боль исчезает. Но как и говорилось ранее, боли не будет, если в этом предмете у вас все отлично получается. В любом случае, вам нужно найти в себе силы только начать. Прокрастинация выглядит следующим образом. Сперва вы думаете или смотрите на то, что вам надо сделать. И у вас появляются неприятные ощущения. Затем вы переводите мысли или внимание на более приятное занятие, например, просмотр роликов. И получив от этого временное удовольствие, через два часа обнаруживаете, что еще ничего не сделали. А затем говорите себе, что завтра с самого утра точно начнете. То есть вы находите тысячу причин, чтобы отложить занятия. И это обычно происходит, потому что вы хотите сделать все и сразу. Поэтому разбейтесь задачу на более мелкие, чтобы особо не утруждать себя в течение дня. Но занимайтесь каждый день. Привычка – это когда мозг впадает в ранее запрограммированное зомбированное состояние. Она экономит наши силы и позволяет освободить сознание для других видов деятельности. Например, раньше, чтобы сдать на машине назад, в вашей голове крутился большой поток информации. Но как только сформировалась нейронная сеть, мозг входит в зомбированное состояние и вы делаете это, не раздумывая. У привычки есть четыре этапа. Во-первых, сигнал – это триггер, который переключает вас в зомбированное состояние. Во-вторых, последовательность действий – это ваш привычный порядок действий. В-третьих, вознаграждение. Привычки появляются и сохраняются только потому, что мы получаем от них в награду капельку удовольствия. Поэтому вам всегда надо вознаграждать себя за любое неприятное занятие. И в-четвертых, вера. Вы должны верить, что занимаясь этим, вы чего-то добьетесь, иначе это будет казаться вам бессмысленным. Чтобы избавиться от вредных привычек, во-первых, выясните, какой сигнал приводит к прокрастинации. Например, вы можете зайти в личные сообщения какой-либо соцсети и после этого начинаете бродить по интернету. Или получив смс-ку, решаете проверить, что вам написали на почте и опять теряете несколько часов. И обнаружив такой сигнал, избавьтесь от него. То есть выключите телефон и не заходите во время работы в соцсети. Затем поставьте таймер от 25 минут и полностью отдайтесь задаче. А после сигнала вы можете вознаградить себя, например, 10-минутным рождением по интернету. Во-вторых, вы можете отвлекаться на занятиях. Поэтому перед занятиями оставляйте свой телефон в машине. Или если вам сложно заниматься дома, так как вас тянет к компьютеру, занимайтесь в библиотеке. В-третьих, наказывайте себя как-то, если отвлеклись. Так ваш мозг поймет, что это неприятно. И в-четвертых, вам нужно настроить себя на то, что то, что вы сейчас делаете, ни к чему вас не приведет и вы только тратите свое время. А затем перенаправьте свои мысли в правильность нового подхода. Во время работы у вас все равно в голову могут лезть разные мысли. Вам нужно научиться не реагировать на них. Подробнее об этом было рассказано в ролике «Медитация и осознанность». Глава шестая. Способы, советы и хитрости. Лучший способ делать дела вовремя – это составлять для себя список ключевых задач на день, неделю и месяц. И старайтесь не переносить дела на другой день. Если такой список составлен, вам будет труднее отлынивать от работы, так как совесть будет подталкивать вас. Подробнее о составлении расписания можно узнать в ролике «Оставь брезгливость, съешь лягушку». Или повесьте на стену картину, где вы уже успешный человек. И всякий раз, когда вы будете отвлекаться, смотрите на нее. Так ваш мозг поймет, что все ваши усилия окупятся в будущем. Также можно поставить приложение, которое будет запрещать пользоваться интернетом в определенное время. А когда вы готовитесь к экзамену, систематизируйте все задачи и решения, чтобы затем быстро повторить их. Например, расставьте в учебнике закладки. И к каждой задаче приклейте стикер с решением, написанным от руки. Так вам будет намного проще пробежаться по всей книге. Глава 7. Совершенствование памяти. Каждый человек может научиться все с легкостью запоминать с помощью мнемоники. Для этого просто представьте формулу или слово в виде какого-то образа. Например, для формулы Ньютона образ может быть летающий мул, которым управляет муравей, так как F может означать flying, M – мул, а A – ant. Или представляете формулу, как она есть, в виде образа. Например, в следующей формуле работа – это когда мы применяем силу к тяжелому ящику, чтобы передвинуть его на какое-то расстояние. Поэтому представьте, как вы с трудом толкаете куда-то ящик. При изучении английских слов связывайте произношение слова или частей слова с какими-либо образами. Например, слово «живот» – «стамак» можно разбить на две части. «Ста», что звучит почти как 100 и «Мак», который мы можем связать с гамбургерами. И теперь представь, что в животе у человека 100 гамбургеров Макдональдс и он взрывается от них. И когда вы это четко представите, это настолько ярко отложится в вашей голове, что вспомнить слово не составит труда. Подобным образом можно с легкостью запоминать от 50 слов в день. Намного больше методов запоминания вы можете узнать из ролика, как улучшить память.